Почти всех великих художников объединяет то, что в жизни они были несчастными людьми. Прямо как по Достоевскому, мера страдания определяет меру истины. Отличает их только то, что каждый из живописцев был несчастен по-своему. Микеланджело Меризи де Караваджо был баловнем судьбы. Он мог иметь все, что пожелал бы, но вместо этого он всегда стремился к отчаянию и безысходности, которыми пропитаны почти все поздние его полотна. В возрасте 26 лет Караваджо получил признание и славу. О его картинах говорили в самых богатых домах Рима. За ними охотились все ценители искусства. Но теперь ему предстояло принять новый вызов. Он должен был стать оружием пропаганды в руках католической церкви. Это был предел мечтаний любого художника. Это была слава, гремящая на весь мир. Это были огромные гонорары. Ну и в конечном счете это было бессмертие. Вызов был брошен Караваджо очень скоро. 25 июня 1599 года он подписал контракт на написание двух картин, посвященных святому Матфею Евангелисту. К слову сказать, это практически сразу была победа. Дело в том, что заказ изначально перепоручили другому римскому художнику, сопернику Караваджо Чезаре де Арпино. Но из-за того, что работа продвигалась очень медленно, заказ перепоручили нашему герою. Его эго праздновало победу и било в летавры. Но совсем недолго. Чем больше Караваджо задумывался о том, что ему предстояло сделать, тем больше его одолевали сомнения. Кстати, ему нужно было написать две картины – «Призвание святого Матфея» и «Мученчество». Караваджо решил начать со второго, но вот тут столкнулся с трудностями. Ему не хотелось просто повторять работы старых мастеров и выстраивать обычную композицию из «Ангела», «Убийцы» и «Жертвы». Художник оказался в тупике. И тогда на время решил оставить работу над мученчеством святого Матфея и обратиться к теме призвания евангелиста. И вот тут… Да, тут у него все получилось. Ведь еще никто в живописи никогда не делал ничего подобного. Кстати, чтобы не разрывать связь с искусством, советую заглядывать вам на портал «Калча.ру». Там есть много интересной информации про художников, проходят онлайн-экскурсии и лекции. И еще контент сайта все время пополняется в рамках национального проекта «Культура». Но вернемся к Караваджо. Религия была для него реальностью, растворенной в повседневной жизни. Именно поэтому призвание Матфея происходит в убогой таверне. Ведь до призвания Христом все апостолы были обычными людьми, были обычными грешниками. И что могло согревать сердце убийцы, а Микеланджело Миризи де Караваджо предположительно им был, сильнее, чем фраза Христа, «Ибо, сказываю я вам, больше радости на небесах будет от одного грешника кающегося, чем от 99 праведников, не нуждающихся в покаянии». Перед нами убогая обстановка. Вокруг полутьма. Матфей здесь продажный чиновник, плут. Это грязная таверна, его штаб-квартира, где со своими помощниками он ведет незаконный бизнес. И в разгар очередной сделки к нему и приходит Иисус. Почему к нему? Да потому что праведники не нужны спасителю. Нет, ему нужно такое ничтожество, как Матфей. И снова, никаких младенцев ангелов, никаких небес, никакого явного откровения. Все предельно реалистично. Единственное, что напоминает здесь о религии, это едва заметный нимб над головой Христа. За столом, помимо святого, еще четыре человека. И никто из них не понимает, что происходит. Двое слева вообще ничего не видят. Они заняты пересчетом денег. Мальчик справа от евангелиста смотрит на эту сцену с безучастным недоумением. Охранник уже поднимается со стула и готов в любой момент обнажить свою шпагу, чтобы убить нежелательных свидетелей. И только Матфей понимает, что сейчас произошло. Одна его рука еще сжимает монеты на столе, но он уже не смотрит туда. Его недоуменный взгляд обращен на Христа и апостола Петра, а своей левой рукой он неуверенно указывает на себя, как будто задавая вопрос, неужели вам нужен я? Сомневающийся жест Петра, который как будто спрашивает Иисуса, неужели мы возьмем его? А смысловым центром картины становится яркий луч света, бьющий из открытого окна и вырывающийся из тьмы на лицо Матфея. Этот же луч освещает и руку Спасителя, указывающую на будущего апостола. В этом моменте Караваджо перефразирует работу своего великого предшественника Микеланджело Буонаротти и его сотворения Адама. Там Бог вдохнул жизнь в первого человека через прикосновение. А вот у Караваджо получается наоборот. Христос, как будто через луч света, направленный его рукой, вдохнул веру в душу грешника Матфея. Следующая картина Караваджо «Положение в огроб» тоже вызвала скандал. Но пусть об этом лучше расскажет известный искусствовед, основатель школы популярного искусства «Оп-поп-арт» Анастасия Постригай. Живопись Караваджо не раз оскорбляла чувства верующих. Бывало и так, что заказчик просто не принимал у художника работу, потому что совсем не ожидал такого эффекта полного погружения. Но Караваджо никогда не подстраивался под чужие вкусы и тем более под страхи. Он всегда гнул свою линию в искусстве и оказался прав. Отличный пример его картина «Положение в огроб». Она была написана в самом начале 17 века, и в то время художник уже несколько лет жил в Риме. Он был настоящей суперзвездой, но с очень скандальной репутацией. Думаю, если бы в то время существовали бы таблоиды, то папарацци ходили бы за Караваджо толпами. Но больше драк людей возмущали его полотна, потому что порой они были до безобразия правдивые. Казалось, для живописца не существует вообще никаких правил и никаких традиций. Посмотрите, как этот сюжет «Положение Христа в огроб» изображали художники эпохи Возрождения. Например, Рафаэль немало внимания уделил пейзажу, а ученики мастерской Тициана, мне кажется, даже немного увлеклись цветом. Хотя здесь тоже темноватый фон, но он скорее мягкий, по нему словно рассеян свет от пламени свечей, а у Караваджо все намного жестче. Он использует похожую композицию, но делает ее более напряженной и более резкой. Она как сдавленная пружина. Вот первый завиток этой пружины – это линия, на которой расположены лица женщин. Вот второй завиток – это лица мужчин, которые держат Христа. И вот третий завиток – это тело Иисуса с опущенной рукой. Фон практически черный. Фигуры словно резко выхвачены прожектором из темноты. Это, кстати, фирменный прием Караваджо. Вот это резкое противопоставление светлого и темного на картине. Искусствоведы дали этому приему имя – Керас Куро. Благодаря этому приему можно придать фигурам правдоподобный объем. А еще сразу же, с первой же секунды, такие картины всегда захватывают наше внимание. Мы сразу же напрягаемся. Мы сразу же понимаем, что сейчас будет серьезный и тяжелый сюжет. Мы как будто с вами оказались в театре, и сейчас увидим спектакль. Кстати, о театре. На сайте Культуры РФ вы сможете найти постановки лучших театров страны в записи. А еще там есть виртуальные экскурсии по музеям и много захватывающих статей об искусстве, музыке и кино. Я называю это «Пир для души». Благодаря нацпроекту Культура на сайте постоянно появляется что-то новое. Это просто бескрайний океан бесплатной информации и интеллектуальных развлечений. Ныряйте и наслаждайтесь. А мы возвращаемся к Раваджо, который разыгрывает перед нами очень интересный сюжет. Иисуса сняли с креста. Рот его безжизненно распахнут, глаза его закрыты, и тело его частично обернуто тканью. Плечи его поддерживает мужчина. Это один из тайных учеников Христа. Другой ученик Иисуса, он держит учителя за ноги. Над телом своего драгоценного сына склонилась Дева Мария. И за ней мы видим еще двух женщин. Одна из них Мария Магдалина. А теперь представьте, что чувствует каждый герой. Ученикам очень тяжело. Положение крайне неудобное. Вот тот, который стоит выше, он так обхватывает тело учителя, что буквально пальцами хватается за его рану. А второй ученик, он так напряжен, что мы можем даже разглядеть вздутые вены на его ногах. Караваджи и не собирался ставить героев в гармоничные и фотогеничные позы, как это бывало в искусстве Возрождения. У него все, как в настоящей жизни. Между людьми на картине совсем нет дистанции. Но Караваджи умел сделать так, что и дистанции между полотном и зрителем как будто нету вовсе. Взгляните, мужчина в оранжевой одежде как будто вот-вот на наших глазах проткнет локтем холст и окажется в нашей с вами реальности. А теперь сравните положение в огроб Караваджио с тем же сюжетом, но уже в исполнении его учителя-художника Петерциана. Казалось бы, здесь и темный фон, и та же самая композиция, и даже раны кровоточат, но не покидая это ощущение здесь какой-то вот манерности и искусственности, мы как будто с вами попали в музей восковых фигур. И вроде бы понятно, что происходит, но сердце, оно не откликается на эту сцену. Конечно, у Караваджио из ран Христа не вытекают струльки крови, как у Петерциана, но полотно Петерциана, оно не шокирует. А вот у его ученика Караваджио получился бы, ну как сегодня сказали бы, настоящий шок-контент. Караваджио буквально оживил библейский сюжет. Он отказался от аллегории и от пейзажа, он не стал никого фотошопить. Посмотрите на Диу Марию, которая обычно изображается как прекрасная молодая женщина. А у Караваджио она очень взрослая, с лицом, на котором уже отметились морщины. Она потеряла сына. И конкретно в этот момент, когда невидимый прожектор выхватил для нас из темноты эту сцену, Богоматерь переживает страшную боль. Вот что было важно для Караваджио – изобразить настоящие эмоции, настоящих людей. В экспрессии, которую мы видим на этой картине, нет ни капельки фальши. Она не отталкивает. Напротив, она притягивает. И из-за этого Караваджио презрительно дразнили натуралистам. А он всего лишь говорил своей живописью, что все, что описано в Библии, все случилось на самом деле. Эти люди выглядели как мы. Зачем нам какие-то иносказания, если можно смотреть на правду? Разве не этого хотела католическая церковь? С одной стороны, да. От художников требовалось показать библейские события так, словно они происходят на соседней улице. Но в живописи Караваджио как будто не хватало вот этого значимого для церкви ингредиента украшательства. Правда, Караваджио была слишком жестокой. Но я уверена, пока одних она отпугивала, другие проникались этими сюжетами. Но только не заказчики этой картины. Они как раз полотно положения во гроб отвергли. Оно было для них слишком правдивым. Чем больше была слава художника, тем более вызывающе он себя вел. Судебные процессы и тюремные заключения следовали одни за другими. «Засуньте себе это в задницу», – так отвечал Караваджио на просьбу ночного стражника предъявить документы. Ждать беды оставалось недолго. Это случилось на площадке для игры в мяч. 29 мая 1606 года Караваджио проиграл 10 эскудо балованию судьбы молодому аристократу Рануччо Томасони. А художник никогда не умел проигрывать. Он оскорбил аристократа, завязалась драка, и Томасони был смертельно ранен. На утро его не стало. Все было бы, наверное, хорошо, и Караваджио сошло бы это с рук, но Рануччо Томасони был из очень влиятельной семьи. Поэтому уже на утро Караваджио был объявлен вне закона. По всему Риму были развешаны листовки, где объявлялась награда за голову художника, живого или мертвого. Благодаря связям живописцу удалось бежать. Вначале в Неаполь, а оттуда на Мальту. И здесь его жизнь еще раз сделала крутой поворот. Именно на Мальте была написана величайшая его картина. К слову, это единственное полотно, которое подписал сам Караваджио. Благодаря этому произведению он был принят в Мальтийский орден, стал рыцарем, облачился в черное, несмотря на то, что за его голову по-прежнему была назначена награда в Риме. Начиная с момента своего побега из Рима, он вел практически праведную жизнь и создавал один шедевр за другим в надежде получить прощение. В начале все складывалось хорошо. Художник прекрасно понимал, что ему нужно покровительство Мальтийского ордена, чтобы спастись от наемников, которые охотились за его головой. А как ему это было сделать? Только при помощи того, что он умел лучше всего. Ведь Караваджио понимал, что совершил смертный грех, за который вечно будет гореть в аду. Вообще, обвинение в убийстве было очень серьезным препятствием для вступления в Мальтийский орден. Но только не для Караваджио, который взял и изобразил магистра ордена святого Иоанна, Алофа де Виньякура, в виде одного из отцов церкви, святого Иеронима. Польстило ли это главе одной из самых могущественных организаций в Европе того времени? Мне кажется, ответ очевиден. Виньякур написал письмо в Рим, в котором и спросил высочайшего соизволения на вступление Караваджио в братство рыцарей. И ответ в витиеватой форме давал согласие на это. Все произошло, как и было задумано. Караваджио обратился в Черное. И в качестве благодарности решил написать картину для нового здания оратории, которая напрямую примыкала к собору святого Иоанна в Валете. Еще никогда Караваджио не создавал ничего лучше. Это огромное полотно, 3,5 на 5,5 метров, больше напоминает нам экран в кинотеатре. На него должны были смотреть рыцари ордена, распевавшие в оратории псалмы. И что же они видели перед собой? Они видели жуткую сцену убийства в подземелье. Караваджио никогда не говорил о святости и небесах открыто. И в этом шедевре он остался верен себе. О полотне усекновения головы Иоанна Крестителя можно говорить бесконечно. На мой взгляд, это одна из тех картин, которые определили дальнейшее развитие искусства. Здесь важно все. И расположение фигур, и композиция, и освещение. Но и самое главное, когда вы смотрите на эту картину, вам откровенно хочется убежать, потому что вас поражает весь реализм всего происходящего. Да, такого действительно еще не делал никто. Слабо освещенное зало. В оратории полумрак. И дрожащее пламя свечей вырывает из тьмы вот эту картину. Где с невероятным хладнокровием, без малейших эмоций на лице, палач отрезает голову Иоанну Крестителю. Нет никакого намека на небеса. Перед нами только темный подвал. И вы не можете бежать. Убийство уже совершилось. И голова Иоанна вот-вот будет отделена от тела. И станет частью страшного языческого ритуала. А вы, молчаливый свидетель, можете только подобно узникам, изображенные в правой части полотна, наблюдать за этой сценой. И ждать своего часа, когда бесстрастная рука палача снимет и вашу голову. Давайте посмотрим на руки героев этой картины. Первым делом вы видите руку палача. Его мышцы напряжены. Вены вздулись от напряжения. Взгляд поднимается немного выше. И перед нами безжизненная связанная рука Иоанна. Двигаемся дальше. И снова в центре композиции указующий перст, но не как на полотне призвания святого Матфея. Нет, это бесстрастный жест тюремщика, который указывают палачу, что голову нужно положить на блюдо. Наш взгляд переходит туда, и мы видим Соломею. Она совсем не та, что в мифе. Нежестокая и своенравная царица Иудея. Она обычная девушка в простом платье. Увиденная поразила ее. Царевна как будто в прострации. Ее руки неуверенно держат блюдо. Создается ощущение, что когда туда положат голову святого, оно со звоном упадет на пол. Наш взгляд поднимается выше, и мы видим лицо Соломея. Ни следа радости на нем, только молчаливая скорбь. А выше мы наблюдаем морщинистые руки старухи, которыми она закрывает свое лицо, чтобы не видеть происходящего. Смотрим вправо и видим руки узников, нервно царапающий деревянный подоконник. Стоит обратить внимание и на связку ключей на поясе тюремщика. Перед нами намек на ключи от ворот рая у апостола Петра. Только вот это ключи от дверей тюремных камер. Ведь чтобы войти в рай, каждый должен пройти через муки, уготованные ему в жизни. Не случайно это единственное полотно, которое подписано самим художником. И эту подпись мастер сделал в крови, вытекающей из раны на шее Иоанна Крестителя. Караваджи писал эту картину в тюремных подземельях замка в Валете. Но судьба сыграла с художником злую шутку. Еще не произошло торжественное открытие картины, как художник сам оказался узником, изображенный им на полотне тюрьмы. Как ни пытался Микеланджело Меризи де Караваджи быть праведным христианином, но изменить свою природу он не мог. Предчувствия – триумф. Радуясь вступлению в орден, он решил отметить это событие с друзьями. Отмечали пышно, с большим количеством вина, ну и, естественно, песнями. Громкие крики, раздававшиеся в пустынном ночном городе, разбудили старого рыцаря. Когда на шумную компанию не подействовали увещевания старика, он облил их помоями. И вот тут Караваджи взбесился. Он вбежал в дом рыцаря, повалил его на кровать, избил и нанес ему несколько ножевых ранений. А утро, утро Караваджи встречал уже в тюрьме, так мастерски изображенный им на собственном плотне. Но ему снова повезло. У художника и в этой ситуации нашлись влиятельные друзья. Ему помогли бежать из тюрьмы. И в трюме корабля он вновь направился в Неаполь. Теперь за ним охотился не только Ватикан, но и мальтийцы. Да, вообще мало кому удавалось нажить себе столько врагов, сколько нажил себе Караваджи. Его с позором исключили из ордена госпитальеров. Но вот его картину никто не тронул. Правда, теперь за Караваджи охотились уже все. И наемники настигли его в Неаполе. После их нападения художник только чудом остался жив. Ему с трудом удалось спастись. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости. И что же во всей этой ситуации решил делать Караваджи? Правильно, снова творить. Мученчество святой Урсулы, Соломея с головой Иоанна Крестителя. Все это шедевры его творчества. Благодаря ним он хотел получить прощение в Ватикане. Спустя больше четырех лет после своего бегства Караваджи вновь решил вернуться в Вечный Город. Но для проверки документов был высажен в одном из портов. Караваджи снова угодил в тюрьму. Когда ему все-таки удалось откупиться от тюремщиков, он обнаружил, что корабль с его картинами уже ушел. И тогда, в попытке догнать свои полотна, он решил сократить путь через Тосканскую Морему, в которой на тот момент бушевала эпидемия малярия. Здесь, в Порто-Эрколле, его и настигла смерть. Рядом с Караваджи не было никого. Свой мученический венец художник принимал в абсолютном одиночестве и умер таким же отверженным, каким и прожил всю жизнь. А вот за наследие художника разгорелась настоящая битва. Все его картины делили между собой три непримиримых фракции. Ватикан, Испанская администрация Неаполя и Мальтийский орден. Уже не раз говорилось, что святые не создают шедевров. Ведь в основном произведения искусства пишутся страстями, пишутся необузданными желаниями. И в этом отношении Микеланджело Меризи де Караваджо, пожалуй, непревзойденный мастер, который, будучи чудовищем при жизни, все время мечтал только об одном — мечтал о прощении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok